МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс на канале Брянская губерния. О событиях в культурной жизни расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Брянске состоялось торжественное открытие Международного славянского фестиваля «Театр Плюс». Он явился продолжением уже давно полюбившегося зрителям фестиваля «Славянские театральные встречи». На знаковом для нашего города событии побывала и наша съемочная группа. Что вы короните, мой милый друг! Что все дети встали, что он может? Посидеть встали! Попасть одновременно на несколько спектаклей разных жанров и эпох такая необычная возможность была у зрителей, пришедших в этот вечер в областной драматический театр. Московский режиссер Александр Баркар заставил удивиться и представил новый для нашего города стиль «Променад театр». Каждый кусок идет около восьми минут. Мы сделали так, что, грубо говоря, первая реплика, она является, последняя реплика является первой репликой куска. И так они вот крутятся по принципу роликов Коуба в интернете. И вот, по сути, это такая театральная выставка, это такая своеобразная инсталляция театральная. Открытие фестиваля было ознаменовано еще одним культурным событием. В стенах театра открылась выставка работ Андрея Климова, сценографа и художника по костюмам. Им оформлено более двухсот спектаклей в России и за рубежом. Это еще одна особенность нынешнего фестиваля. Он объединит в себе театральное, изобразительное, музыкальное искусство, а также встречи с писателями, мастер-классы. Ожидается приезд нескольких сотен участников, делегаций из соседних стран. Я участвую в качестве волонтера впервые. И мне очень хочется узнать, как это, попробовать это, познакомиться с новыми людьми. Мы будем сопровождать актеров, проводить экскурсии, показывать им наши достопримечательности. Сожалею о том, что не смогу побывать на всех мероприятиях. А так, в принципе, взял билеты на все спектакли, которые будут в нашем театре. Хочется пожелать всем артистам удачи, успеха, вдохновения творческого, чтобы для них это мероприятие тоже стало праздником. 27 спектаклей по лучшим произведениям русской и зарубежной классики представят в нашем городе 22 театра. Среди них обладатели национальной премии «Золотая маска». На сцену в этот вечер вышли хозяева фестиваля. Актеры Брянского театра драмы представили премьеру. Спектакль «Маскарад» по произведению Михаила Лермонтова в постановке режиссера Валерия Саркисова. Государственный академический молодежный театр представил на брянской сцене спектакль «Я хочу в школу». В Москве он идет с неизменным аншлагом. Брянская публика тоже ждала его с нетерпением. Мы в этом спектакле попытались не столько играть роли, сколько поиграть в театр. То есть все ребята молодые, всем достаточно весело и интересно. И не так давно в их жизни была школа, чтобы ее окончательно забыть. И кроме того, они же не слепые, они видят, что происходит в системе российского, да не только российского образования. Спектакль поставлен по одноименному произведению Андрея Жволевского и Евгении Пастернак. Обращение к теме образования – задача сложная и ответственная. Но если в Москве у спектакля «Рамты» неизменный аншлаг, значит она волнует общественность. Вообще я люблю «Рамты», я люблю актеров «Рамты». Я иногда езжу в Москву смотреть их спектакли. Глобальная тема, тема учителей, учеников. Вообще это сейчас в «Антракте» одна моя знакомая сказала, по этой проблеме так пройтись трактором. Это замечательная штуковина, которая поднимает вот эту проблему, которая дает возможность понять и принять решение. Из одной системы, где обучение строилось на проектной деятельности, полетах на воздушном шаре, лабораторных опытах, ребята попадают в классическую. Они не готовы к жестким рамкам и отношениям друг к другу по новым законам – законам выживания. Сеть ровно, анастасия, ровно рассердится. А почему все читают одинаково? Потому что так правильно. Кто быстрее прочел, тот лучше выучит. Что за глупость? Он так интересный. Он как бы понимает наши проблемы детские. Молодежь, а так играют отлично прямо. Но разрушить всегда легче, чем построить новое. Понимая, это режиссер Александр Баркар ставил перед собой задачу найти компромисс между классической школой и новаторскими решениями. Мне кажется, она найдет отклик в сердцах учителей, потому что это одновременно и далеко от реальности, и в то же время очень к ней близко. Действия на сцене молниеносно сменяют друг друга. Энергия актеров заражает зал. Жажда знаний, жажда деятельности. Зритель ту архаичную форму, которая была там даже в 80-х годах прошлого века, уже не воспринимает. Скорость мышления стала совершенно другой. Поэтому для начала зрителю нужно дать много движения, при том, чтобы зритель даже немножко не поспевал за сюжетом, чтобы ему приходилось постоянно догонять. А потом, в нужный момент, когда они почувствуют, что мы разговариваем на их языке и на одной волне, просто вжарить им ту мысль, которая нам нужна, которая для нас важна, и тогда она попадает, тогда ее услышат. Это практика, которой я занимаюсь уже почти 16 лет, и она, в общем, работает. Я вот старательно вливаюсь в коллектив. Я гоняю в баскет с ребятами. Хоп! Я сижу в интернете. Я даже с уроков сбегаю. Антонов! Понимаете, просто все это как-то, ну, не по-настоящему. Все время приходится себе напоминать, что так надо, что ты интегрент, что надо радоваться. Я... Ну, вот я старательно радуюсь. Тема сложна для восприятия одних зрителей, она заставила улыбнуться, а у других вызвала откровенный протест, но равнодушным не оставила никого. Томский областной театр куклы и актера «Скомарох» имени Романа Виндермана представит в нашем городе два спектакля. Пикник по произведению испанского драматурга Фернандо Арабаля. Спектакль является лауреатом национальной премии «Золотая маска». Режиссер и художник, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, дважды лауреат национальной премии «Золотая маска» Сергей Иванников. Спектакль для взрослых, для того, чтобы выжить в условиях господства денег и безрассудства, есть только одна возможность – самозащита. А 21 мая кукольный спектакль для детей «Сказка о рыбаке и рыбке», номинант российской национальной премии «Золотая маска». Режиссер и художник, постановщик, дважды лауреат национальной премии «Золотая маска» Сергей Иванников. Гомельский областной драматический театр Республики Беларусь 20 мая покажет комедию «В двух действиях за двумя зайцами» в переводе Александра Островского. Поставил ее режиссер Валентин Варецкий, знакомый брянскому зрителю по работе над спектаклем нашего театра «Женитьба». Луганский академический областной русский драматический театр имени Павла Луспекаева 21 мая покажет спектакль «Отцы и дети». Постановка по мотивам пьесы ирландского драматурга Брайана Фрила «Отцы и сыновья», которая по сути является пересказом отцов и детей Тургенева. Это попытка ответить на вопросы об отношениях родителей и детей. Сдержанная тона и лаконичная обстановка на сцене не имеют привязки ко времени действия. 22 мая в областном театре юного зрителя Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Марсенкевича покажет спектакль «Москоу-дримминг» в постановке молодого режиссера из Минска Андрея Кузьмитского. Главный герой, молодой человек, пытается справиться со своим внутренним дискомфортом. Ему хочется почувствовать свою нужность в этой жизни. Орловский государственный академический театр имени Тургенева на брянской сцене покажет неоконченный роман о любви и ненависти Дубровский. Постановка Алексея Доронина. Он знаком брянскому зрителю по недавней премьере «Чудо святого Антония». Режиссер остался верен слову и эпохе Пушкина, но не рассказывает историю прошедших времен. Это вымышленная история, превращенная в реальность. Спектакль «Воскресенье» по мотивам романа Льва Толстого Государственного театра киноактера «Москва» закроет Международный славянский фестиваль «Театр Плюс». Постановка известного режиссера и хореографа Сергея Землянского. Сюжет романа, судьбы главных героев и их переживания показаны исключительно с помощью пластики и хореографии. По словам режиссера, «Воскресенье» – это спектакль о любви и вере, предательстве и пороке, о чести и безрассудстве, о человеческой судьбе. В рамках фестиваля в городском выставочном зале прошло открытие выставки «Сибирский валенок». Два художника Леонтий Усов и Юрий Землянухин представили свои работы. Как метка на открытии выставки подметила брянская поэтесса Людмила Ашека, от фестиваля выиграли все – и актеры, и художники, и писатели, и музыканты. У них появилась дополнительная возможность пообщаться с людьми своей профессии из других регионов. В этом году фестиваль особенный. Он как синергия, которая охватывает все виды искусства. Творчество этого автора известно далеко за пределами России. Его работы хранятся в частных коллекциях и музеях мира. Леонтий Усов, заслуженный художник Российской Федерации, в далеком 1983 году начинал свой творческий путь на подмостках Брянского театра драмы. Проработав год, он уехал, поэтому, когда ему поступило предложение поучаствовать в фестивале в Брянске, с радостью согласился. Подобных произведений скульптуры, выполненных в технике деревянной скульптуры из сибирского кедра, очень любопытных композиционно и смыслово наш зритель еще не видел. В скульптурах Леонтия Усова собраны воедино. Ироничное отношение к своим героям, взгляд как под микроскопом на некоторые детали образа. Невозможно пройти мимо триптиходали, где автор показывает всю сущность сюрреалиста, а автопортрет заставляет невольно улыбнуться. Все-таки вещи, к которым Дали был прав, должны подходить, приходить из-под сознания, внезапно, иногда с долгими мучениями, но вот они приходят, откуда-то рождаются, парадоксальные. Вот, например, мой автопортрет, я как решил сделать свой автопортрет. Сначала удивлюсь, почему там никого нету. Почему же там никого нет? Не знаю. Надо всех работах останавливаться, начинать задумываться, почему копаться в себе. Это задача моя, я ее выполнил. Вот уже 20 лет Леонтий Усов делает совместные выставки со своим другом-земляком Юрием Землянухиным. В его арсенале портреты и пейзажи. В 90-е годы он, подметив потерю интереса к людям искусства, решил писать их портреты, чтобы оживить память зрителя. Ну, очень хотелось поучаствовать в таком великолепном действии театральном. И, конечно, поскольку у меня достаточно много работ, посвященных актерам, писателям. Конечно, я хотел, чтобы это увидели люди в Брянске. Вот. Тут город, о котором мы еще с детства помним, по его изумительному шумел Сурово-Брянский лес. Это такая картина. Он, как драматический художник, увидел все совсем по-другому. И для нас, для зрителя, показал такие портреты, которые, можно сказать, трудно даже нам, художникам, оторвать глаз. Вечером того же дня в рамках фестиваля состоялось выступление Новосибирского молодежного театра «Глобус», которое наш город встретил аншлагом. 29 мая в концертном зале «Дружба» состоится выступление российских певцов Юлиана и Анастасии. Песня «Русский вальс» когда-то принесла известность Юлиану на фестивале «Славянский базар». В репертуаре певца около 400 песен. Анастасия – автор стихов и музыки к своим песням. Она начинала как рок-певица. И, кстати, ее сценический дебют состоялся именно в Брянске. 30 марта 2019 года состоялось бракосочетание Анастасии и Юлиана. Планируйте свой досуг вместе с нами. Мы встретимся в следующую пятницу в 19.30. Ну а в любое время посмотреть программу можно на нашем сайте губерния.тв. До свидания.